С вами встретиться тоже. Понятно, понятно. Ну вы знаете, вообще мы в таких царствах встречаемся. Нужно привезли еще в Мощи Святого Владимира. Ага, слышал. Одновременно с вашим визитом, так? Да. Ну вот, поэтому здесь сегодня в Князь Владимирском доме у нас. Наташа, стаканчик сделай этого нашего друга, да? Сейчас, да. За него субботу. Ага. Но все равно у нас строится. И в следующий день, я должен тоже ехать за город, у меня в Князь, не только здесь, а там. И, в общем, день такой сегодня духовно повышенный бой. Сергей на белом стене, страх безмолвия, умеет в стабильстве. И я давно, давно занимаюсь. Давно, понятно. Мы через еще много работали. Так, просто три-четыре раза больше. Все мы все разлетелись в суете, Как в туманном госполе в суете. Да. Я читал господин. Вы или вас отец знало, если я не знала? С ответ стало. Вижу стены мне к стопу, В плане набрег да ускорить ветвь. И с ног уселиться до срока, Так что, конечно, стараюсь, что мы в этом условии тоже. Но я, во счастье, всех почти не согласен, соответственно, с этим, не только. Мы же как должны быть? Ну вот, наследники того целого, который был с Российской империей. А тут решили поделить и уласовать. Так нехмечет колбы их, словно порган их струксит, прозовых линий сочетал. А у меня здесь не совпадают тексты мои, потому что у меня здесь тексты такие, в общем, на социальную тему. А сейчас, ну, по главе, я не могу сказать. А вот, Николай Буранович. Вот видите, здесь, например, мы церковимся, мы казачьим все, казачьи песни. А на диске у меня там больше лирики. Ну, короче говоря, одно, другое не повторяем. Ну, кое-что есть там. Это тоже социальная тема. Ну, это вот лирика. Левашовская пустошь. Это такая жестокая песня. У нас закоронение там находится, расстреляно. Вот материнские письма. Вот так. А это всенародная свобода. Это целая автобиографическая песня. А когда вообще к этому диссидентскому движению пришли? А вы знаете, я в диссидентском движении никогда не был. Ну, имею в виду... Я был антикоммунистом, антисоветчиком. Я, как вы обратили меня, никуда не уезжал вообще. Ну и как, я же 10 лет тот был целиком. Ну, я знаю, да. С 69-го по 79-го. Ну, тоже вы за то, что состояли в какой-то группе, я читал, да, там, антисоветской. Ну, вы знаете, мне влюбилась подготовка в Зрелом Мазаре и подготовка в Шене-Набрежнево. Собственные произведения. Да. Ну, был второй процесс в Москве. Что вы празднули там день рождения какой-то или что-то? Да, ну, конечно. Это, что вы понимаете. Это значит, правда праздновали или нет? Ну, конечно, да. Ну, дело в том, что надо же, понимаете, как сказать, надо было консолидировать людей идеологически. А что противостояло? А ничего не противостояло. Коминтерну, что противостояло? Италия, Германия, Испания, да? Ну, всех хотели в этот общак, в Захабр. Ну, сейчас продолжение того же самого, просто другими средствами. Вот, в принципе, вот этот вариант, который у нас дикого капитализма, скобка, либерализма, ксевно-либерализма, да? Ну, я понял. Вот. И это продолжение Коминтерна, просто другими средствами. Ну, да. Вот и всё. То есть, если бы этого не понимали, не знали. Другое дело. Так что здесь, видите, вот начинается вот центральная здесь песня. Идут по России пророки. Ну, а пророки, они что? Они пророчествуют. Вот так. Так что этой песни тоже на диске нет. Вы когда уезжаете? С 26-го? Ну, да, 26-го. Вечером? Ну, да. Вечером во сколько? Ну, я на машине, но я же как поеду. Ну, наверное, я не знаю, часов, наверное, 6-7 вечера. А, вечером всё-таки, не утра. Ну, наверное, вечером, да. Наверное, вечером. Значит, у нас завтра 25-е. Вы знаете что? Вы мне позвоните 25-го вечерком. Значит, давайте я вам пишу. Магинник. Я запишу у вас телефон. А как вы с Северным? Вы учились вместе с Северным, да? Нет. Познакомились? То есть мы на танцплощадке. Да? А он такой был очень скромный, застенчивый. Да. С выразительным взглядом. И такой скромный, как-то рок не преслал, девушек как-то не приглашал для рока, для танцев. Ну, в отличие от меня. Я был спортсмен, я занимался цирковыми трюками. Всякими. Тульта на алтаре, висал на трапециях и выигрывал рискованные пои. Понимаете, поэтому были и карты, и ломки. Вот, в общем, только накачивались. Тогда. Ну, вот, приморили, газоприморили. Так вот, я к тому, что потом, когда познакомились, мы пришли к Удольфу. Вот это, в этом фильме есть как-то. Ну, в этом фильме, да, вы же описываете, что вы как бы привели Северного. Да. Да, да, да. Ну, он был, знаете, на всех, могу сказать, что человек действительно интересующийся, интересующийся, конечно, литературой. Я ему антикоммунистические книжки давал. Вот, он читал, с удовольствием говорил, а что-то у вас, у нас вот в Иванове такого нет. Это у вас Питер, это что, какой-то отдельный район, что ли, охваченный этим. Вот. Но он говорил, все равно, вот, как пойду в политику, я же тогда петь не смогу. Я свою жизнь хочу посвятить собиранию песен, я метла. Вот в таком роде. Ну, мы были в простых отношениях, он был человеком таким очень чувствительным, я бы сказал, нервным. Может быть, у него в связи с этим так все и сложилось, что вот он начал пить. Я его знал, когда он не пил, понимаешь? Он вообще не пил, да? Ну, да. Да. Ну, а я сам, в любви, как я могу. Ну, появился он, он не отказывался, но так у него желания-то не было. То есть, он вообще не выпивал, да, так? Ну, скромно так. Да. Предлагали он, я пил, а так же сам не хотел. Ну, так, чтобы, нет, да? Не хотел. Это уже потом, да, так получилось? Потом, представьте, что... Потом всем стало приятно выпить со знаменитостью. Ты, кстати, роман-то не читал о нем? Это сам, знаменитость называется? Нет, не читал. Не читал? Нет. Я могу тебе сейчас показать его. А, ну, я вы, ну, давайте покажите, я с интернета скачаю, скачаю с интернета. Да, да. Он у меня вот такая книжечка сделана. Так что можешь посмотреть на него. Не, 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 не читал, но... Ну, это, собственно, не о нем, а так просто. Ну, я знаю, что... По мотивам, по мотивам, скажем, этой идеи. Действие там начинается в 82-м году, то еще есть два года после смерти. Так что сказать... Я могу тебе сказать, откуда у него эта мысль пришла у этого автора. Потому что он знал Шандрикова. Они же из Сибири, и тот из Сибири. Так это Шандриков ему подсказал эту идею и рассказал о нем об Аркаде Северном, понимаешь? Вот откуда у него это пришла идея. Вот, написать такую вещь. По ней, кстати, хотят фильм снимать. Да? Да. По этой вещи. Ага, вот. Вот, значит, поэтому... Спасибо, я наберу, ну, созвонимся. Да, да, да. А во сколько вы сегодня едете за город? Очень скоро. Да? А где, куда вы едете? Я, по-моему, на машине могу подбросить, если попозже поедем. А, нет, спасибо. Дело в том, что как раз за мной на машине должны подъехать. Ага, хорошо. Ну, давайте я вас тогда наберу завтра. А это Комарова-Киломяки. Я не знаю. Я же не знаю, или не надо. А, понятно. Вы знаете, дело в том, что это бывшие... Давайте с Аферой нас втроем. Да, сфотографируйте. И потом ты мне сделаешь это вот космос. Я сделаю, сброшу, да. Я... Девяносто, наверное, третья, четвертая. Не, до конца. Она и сейчас есть. Ну, «Мелодия» на диске выпускает. Ну, а компакт. А винилов есть. Это, да, может, встретиться с директором «Мелодика» на нынешнем, я его знаю и хорошо. Так что, можешь как-нибудь с ним поговорить. Тут вот упоминается, что один мой знакомый привел за книгой Баркова Северного. А, ну да, нет, ну здесь я просто, как сказать... Ну, напиши, там присоединяюсь, если не против. Коля, да. Человек, который привел... Не, но место-то хорошее, вот. Вот или здесь, да, или здесь. Человек, который привел Северного... Другого богу, вот, вот, хорошее место. А, ну да, да, ну и здесь тоже. Здесь тоже, может, да, там больше. Да. Рыбаков фамилия. Рыбаков, да? Да, да. Фамилия известная. Как она тут. Ага, понятно. Только не с Арбата. Только не с Арбата. Да. И сейчас она у тебя вообще... Конечно, два человека. Да. Два калифея. А я как бы сейчас первый раз открыл тут новую пластинку Семенова. Не, хорошо записываю. Потом ты вас приедешь, уже может будет третьего. Я слышал, что, ну, писали, что очень-очень-очень-очень-очень. То есть, дело на... Ну, и на диске, что там этих песен и вступления на диске нет. Вот тут, когда-нибудь мы тебе организуем в этом прошлом месте творчество Матлакова. Только вот как, когда и будет ли это. А что, Матлаков сейчас... Ну, он живой, но он не выезжает никуда-никуда. С ним встретиться? Надо ему специально ехать. С ним встретиться невозможно? Может, и можно. Так, вот, уважаемому Кириллу Рыбакову. На память от Коли, в скобках, смотри, статью на обороте, в скобке закрывается, в день встречи в Санкт-Петербурге. 24-го, 26-го. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Повешу пластинку, так, конверт. А скажите, а северной политикой не занимался, не увлекался тогда? А он сказал, что при всем том, что я разделяю эти позиции, и мне очень понравились эти книги, я очень рад, что я их прочитал. А там серьезная политика. Ну, они, вот, антикоммунистические издательства «Посев». А, «Посев», «Народно-транновой союз». Да, да, да. Ну, короче говоря, там все было по делу о коммунистической системе, вся правда, кто такие, кто такие вожди и прочее. Вот. Ну, он сказал, ну, это не мое, потому что я просто не гожусь для политики. Он именно говорил, что вот моя задача, это вот, я буду собирать песни. Вот, будут собирать блатные, цыганские, ну, и, в общем, то, что удастся, как придется. А дальше жизнь превратилась в импровизацию, мы расстались, и когда я вернулся уже, я вдруг в каком-то ларьке, киоске, где продавались в начале перестройки магнитофонные кассеты, увидел магнитофонную кассету с траурной ленточкой. И увидел, написано «Северно». Я ее купил, она у меня есть. А, то есть это уже 10 лет прошло после его смерти? Да, да. Вы узнали, что он умер, да? Только увидев эту кассету в ларьке. А вы не знали, что он поет, да? Что он известный артист был, шипец там? Ну, вы знаете, я вернулся в 79-м. Ну, известный он уже и был. Он уже был. Ходил, он уже был здесь. Да, была своя специфика, ну, а это случилось в 82-м. Ну, здесь, в общем, у меня тоже по возвращении, понимаете, было много всяких проблем, как теперь говорят. Ну, а эти, значит, гибрисы у меня просто на хвосте сидели. В Черной Волге дежурили за этим домом. А что касается ночного времени, так они про красный ленок рассмотрели. Мне с людьми было трудно встретиться, чтобы кого-то не подставить, понимаете. В общем, борьба по такому прямому направлению. А вы вот когда был, вы монархистом были или какие вот в советское время, когда вас арестовали? Вы знаете, я был, конечно, монархистом, но просто по традиции русской. Ну, а что касается направления, направление было, конечно, антикоммунистическое. Ну, на таком уровне, что там разберемся. Страна у нас большая. А там разберемся, да? Да. Просто надо понять, что это общее дело. Потому что никто же ничего не хотел делать, понимаете. Вот, в общем, было сложно. Ну, а что касается старшего поколения, вы сами понимаете, что они были ангаржированы в той или иной степени. Например, у меня родители не стояли, они в комсомоле и не в партии. Ну, они еще у вас, да, еще в прицаре были родились. Да, они, да, в 1900-м, оба. Ну, обвенчались в 26-м, когда уже все церкви ломали. Так что, вот так. Ну, а я традицию эту продолжил. В комсомоле мне состоял. О партии вообще не говорим. Вот. Так что, в общем, старался продолжать лучшее. То, чтобы было, да? Не с того, что я имел, да, в своей семье. Ну, и лучшее то, что было, в общем, в традициях Петербурга, в традициях России.